Еще один ливень оставил свой отпечаток на периферийных улицах города. Из-за того, что многие из них находятся на склоне, большая вода, как правило, смывает щебень, которую подсыпают жители. Канавы после проливных дождей – привычная картина для Тараклийских улиц. Одна из них – украинская. Если буквально несколько дней назад здесь была более-менее нормальная дорога, то сегодня здесь сплошные ямы. Представьте себе, заехать к нам в переулок – это невозможно. Не дай бог, конечно, пожарная или скорая, она не заедет туда, потому что здоровенное дырище. Вот я не знаю, как быть, что делать. Постоянно, когда идут дожди, тут такая проблема. Эта дорога превращается в реку и потом во враг, просто во враг. Тут люди своими силами ремонтируют все время, как могут. Но это повторяется и постоянно. А это улица Чапаева, которая также славится своей дорогой. Про такие улицы обычно говорят – не пройти, не проехать. Пройти здесь, конечно, можно, но с большим трудом, а проехать нереально. Я не могу заехать к себе домой. Например, вот у меня там на низу гараж. Я оставляю на другом участке машину. Ни скорую, ничего не может заехать, потому что колеи очень большие. И люди не имеют, даже соседи там, они не имеют финансовой возможности покупать эти же столбы, одно другое. Потому что очень все дорого. Я живу здесь уже где-то лет 17. И постоянно дорога вот такая вот. После каждого дождя невозможно проехать. Не то, что проехать, пройти невозможно. И мы своими силами, жители здесь, кто камни, кто… Я постоянно бордюры, куски бордюров привозился. Тут вообще были ямы, невозможно было трактором проехать. Городским советом Тараклии, по словам Примара, уже утвержден план по ремонту улицы Чапаева. С его слов, в скором будущем по проекту «Хорошие дороги-3» на этой улице начнутся работы. Кроме этого, планируется улучшить и некоторые другие периферийные улицы. С Карла Маркса до Чубанова. Там почти километр дороги получается. Частично с бордюрами. Единственное, что мы хотим сделать проект, чтобы были водоотводы, как бы уже все предусмотреть. И чтобы можно использовать это было на следующих дорогах, подобный проект. Поэтому мы на прошлой неделе отправили письмо спонсорам, чтобы нам этот проект сделали. Они согласились вроде бы. И в ближайшее время будет сделан проект. И уже тогда сможем точнее рассчитать, объявить тендер. И я думаю, что начнем делать улицу Чапаева. Остальные дороги уже будут и спонсорских. Мы планируем часть Карла Маркса сделать. Мы планируем Чапаева ниже Карла Маркса до Ленина уже как бы тоже сделать. Но посмотрим, что получится. Дорог, которые нуждаются в ремонте, в Тараклее немало. Ливень лишь усугубил, и без того их плохое состояние. И даже если многие жители города готовы вложиться в улучшение своей улицы, ремонт дороги удовольствия не из дешевых. И как бы они ни хотели, без помощи властей им не обойтись. И хотя при Марии Тараклее запланировано улучшение некоторых улиц, отремонтировать их все сразу, говорит примар, нереально.